Добрый вечер, дамы и господа, и ко мне очередные вопросы. Вот еще один из важных вопросов, просто забыл написать. Руслан, расскажи, кто такой Бхагаван Шри Сатья Саи Баба? Все, что о нем сможешь узнать. Я загрузил вчера, позавчера, видео про Саи Бабу. Там несколько минуток посмотрел, и мне стало интересно. Я стал наблюдать, какие выводы примерные. Конечно, русским языком, нашими земными словами, можно лишь передать мизерное понимание того, что мы видим. Многомерности или оттуда, откуда мы все приходим. Вы тоже. И, условно говоря, это существо, пришедшее из высокого измерения, условно, девятое. Хотя, тоже в цифры условно очень. Если разбить ближайшую шкалу существ, такие, как называют или видят как ангелов, архангелов, инопланетян, богов, создателей Земли, создателей этой галактики. Условно разделить на 12 измерений, то можно назвать, что он из девятого измерения пришел. Или спроецировал маленькую часть своего сознания, энергии, сфокусировал здесь, в это тело, разместил столько, сколько смог. Хотя оно не имеет пола, ни мужского, ни женского, его можно назвать оно, существо, которого от непонимания или от обобщенного восприятия, многие называют богом. Или воплощенным богом на земле. Примерно таким же, как был Христос, только Иешуа или Иисус и некоторые другие, которых называют аватарами. Я вот, смотря фильм, видел, как меня заинтересовало и увлекло, как он материализовал вещи. Насколько известно, и насколько снято сотни или даже тысячи, ну вот сотни, так точно, разных видеофильмов, видеосюжетов о нем и его, как он материализовывает некоторые разные предметы. Достает как бы из ниоткуда. И раздает людям. Давит просто почти. Или эти предметы очень разные. От пыли, песка, праха, как называется там, или пепла, до изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней. Золото, бриллианты. Это он все материализует, достает золотые цепочки, часто очень. Просто материализует, раздает ближайшие, тем людям, которые к нему приезжают, приходят, разным, богатым, бедным, вообще. Ему все равно, он раздает постоянно. То есть на протяжении своей жизни, он прожил там несколько десятков лет. Он всю жизнь раздавал близким, вначале ближним, друзьям, а потом и более тем, кто к нему приходили, приезжали. Разные драгоценные вещи. Чаще всего это украшения, кулончики, те вещи, которые люди могли носить и помнить о нем. То есть с его изображениями всякие там золотые цепочки и маленькими изображениями его и других людей. Хотя там все очень по-разному. Бывало и крупные вещи материализовал. То есть, по-моему, вот, насколько я знаю, вот, где-то какой-то там сосуд, сосуд, ну, емкость какую-то для хранения воды, для переноски воды, вот, ну, размера какого-то такого. В основном он, я посмотрел, вот такие движения руками делают, там, секунды три, а потом вшук, и у него в руке, в руке появляется золотая цепочка, украшения, медальон. Денежка, денежка, какое-то что-то драгоценное. И он раздает, иногда вот так вот просто делает цепочку так, а иногда просто вот руками поводит и начинает вдоль людей идти и вот постоянно доставать, раздавать. То есть, руки тянут к нему, люди тянут руки к нему, и он каждую секунду материализует какую-то монетку, какой-то предметик. Постоянно вот так, раз, раз, раз. Интересно. И, кстати, началось все с того, что, когда он был маленьким, он материализовал для своих друзей, там, одноклассников, конфеты, карандаши, маленькие предметы, которые нужны были его друзьям, интересовали. В дальнейшем, лет в 13 он отложил в сторону учебники, и через него его более высокое существо высказало ближним, что он аватар, что он пришел сюда помогать людям. И он уходит из семьи, он родителям это сказал, он уходит, покидает своих родных, потому что его ждут его преданные, его люди, вообще его ждут люди с миссией. Люди в нем нуждаются, и он ушел из дома в 13 лет. И у него очень быстро появились ученики, последователи, преданные ему, люди, которые, в итоге, он стал очень, то есть, потихонечку, постепенно, глядя на его чудеса, то есть, он постоянно людям раздавал что-то. И вот, глядя на это все, люди вдохновлялись, пробуждались, благословляли его, конечно, и был фанатизм, это нормально, в его роли и поклонялись ему. В Индии, кстати, это вполне нормально, но не все. В общем, почитали, уважали, любили его, и потихонечку выстроили для него целый дворец, и он был самым известным человеком в Индии, по-моему, за последние несколько десятков лет. Потому что он творил такие чудеса, которые, чудеса материализации больше всего, ну и благотворительность он много делал. То есть, он прокладывал в Индии, там много засушенных районов, штатов, мест, и он проводил воду. Проводил А. То есть, он много миллионов долларов вкладывал в проекты по орошению регионов, по орошению заброшенных или из бедных районов, деревень, городов. Он проводил растительные каналы и помогал людям там, где как раз много людей умирало от засухи или нуждалось, нищенствовало. И он этим способом, в том числе, помогал людям. Вообще, я присматривался, я всматривался, когда он совершал эти чудеса материализации. В начале, что я заметил обычными глазами, искорки или огонечки какие-то. Вот я так раз при просмотре материализации, когда он рукой начинает водить, и потом появляется цепочка золотая. Я заметил, что обычными глазами, хотя это немножечко смещенное все-таки зрение, какие-то огонечки вокруг этой руки блещут. Я тогда начал смещаться, начал смотреть ближайшие измерения. Потом в разных измерениях я стал просматривать, что происходит. И в одном измерения я увидел, что вокруг него плазмоиды постоянно вьются. И там, когда происходит материализация, туда собирается несколько плазмоидов маленьких, кстати, очень разных размеров вокруг него эти шары. И там начинаются крутиться вокруг руки маленькие плазмоиды, которые в такое кольцо аж сливаются. Они так ускоряются, очень быстрое такое верчение, что аж сливаются в одно кольцо, и из этого кольца уже не видно, что там происходит. То есть светящееся кольцо, и вдруг... То есть они образуют какой-то портал, похоже, мини-портальчик, из которого у него в руке появляется кольцо, бриллиант, монетка, в общем, украшение. Или изделие очень дорогое, золотое, например. В другом измерении я обнаружил большое количество разных существ. Инопланетяне, существа, сущности, люди, души. Ой, там у него в каждом измерении... Кстати, вокруг него такое большое количество разных существ, и в каждом измерении вокруг него есть наблюдатели, помощники, свита. И существ очень разных видов. То есть таких, на которых у нас даже воображения не хватит, чтобы таких представить. Которые даже не были описаны или нарисованы еще у нас на Земле. То есть он собирал большое количество вокруг себя не только людей, но и разных инопланетян, сущностей, существ. Некоторые из ясновидящих их могли видеть как ангелов, архангелов. Некоторые могут видеть их как... Ну, и те, и другие, кстати, и очень разные. Как чертей, дья, а... Темных существ, вот таких я около него видел. То есть очень разных. И все вокруг него, а некоторые, вот более темные, они около него грелись. Им комфортно. Ну, кстати, очень высокую и мощную частоту и свет из себя излучает. То есть у него такая вибрация, что... Он где-то вибрирует на грани перехода в пятимерное состояние. То есть он на такой высокой частоте в основном бывал. Хотя он немножечко колебался. Но все-таки он не поднимался выше этой частоты осознанно. Чтобы помогать людям, чтобы сдерживать себя, заземляться здесь. Но все-таки его частоты сознания и физического тела очень высоки. Интересно, что он при этом не выбрал бессмертие, а все-таки выбрал перерождаться так же, как и большинство людей. То есть прожив несколько десятков лет, уходить, умирать, а потом рождаться вновь. Кстати, скоро, через сколько-то лет он вновь проявится. То есть он объявит о себе, что это я, воплощенный из тот самый Саи Баба, и вновь продолжит свою деятельность. Сейчас пока... Кстати, он уже родился. Сейчас он ребенок. Но где и кто, это пока мне не показывают. И мне говорят, что это не стоит говорить. Всему свое время. И пока стоит ему поклоняться, обожествлять, он обожествлял и всех, всех, кого видел. То есть он говорил, вы сами есть те самые боги. Я есть бог, и вы есть боги. Только я помню и знаю об этом, а вы нет, вы забыли. Так вспоминайте. Этим мне он и нравится. И, кстати, он говорит чаще всего, и его усами говорит о разные высокочастотные существа. То есть высшее я. Он вообще постоянно, почти постоянно, непрерывно подключен был к своим максимально высшим я. Вот начиная где-то от девятого измерения. И немножечко иногда там семимерное я, там шестимерное, там у него плавали. То есть, но конкретные материализации происходили, создавали через более маленькие я, через более приближенные к нашему измерению. Они ему помогали. Кстати, иногда действительно инопланетяне кое-какие предметы ему организовывали, доставляли. То есть через портальчик ему подкидывали. Именно те, которые были актуальны для какого-то человека, для какой-то группы людей. У него в помощников там очень много разных инопланетян, сущностей и существ. Но конкретно вокруг него вот такие вот охранники, для охранники вот постоянно и непрерывно, такие неизменные, были плазмоиды. Некоторые менялись, а некоторые вообще непрерывно. Вот один гигантский большой плазмоид, я смотрел на разных видео, вообще сопровождал его, по-моему, всю жизнь. Да, похоже. Сколько видео я просматривал в одном из измерений большой плазмоид. Похоже, это и есть одно из его высших я, которое как раз его вело. И что он говорил всем, кто его слушал, ну и я говорю всем вам, вы и сами есть те. Те самые боги или тот самый бог, абсолют, универсальный создатель. Вы и есть всё это. Только вспоминайте, чувствуйте, ощущайте это, учитесь быть этим богом. И тогда вы начнёте совершать те же самые чудеса, которые совершался и Баба, и Ишуа, Иисус, и даже больше. Когда-нибудь вы сможете превосходить их, когда до этого созреете или созреет большинство людей, а могущих воспринять всё это, воспринимать всё это без агрессии, осуждения или зависти. На этом я завершаю видео. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok